Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок! Меня зовут Русский Хиван. Сегодня мы поговорим с вами о хранении тыквы. Тыква является очень полезным овощем, доступным буквально каждому. Даже несколько растений тыквы дадут вам значительное количество плодов. Там и по два, и по три плода можно с тыквы снять. Если это мелкопорционная тыква, то даже и больше. Тыквы выращивают разных видов, и твердокорую, и крупноплодную, и другие-другие виды всякие. Теперь сортов очень много. Одним словом, тыква является действительно и ценным, и популярным высоко витаминным овощем. Тыква характерна еще и тем, что ее плоды содержат очень маленькое количество кислоты. Можно сказать, что вообще не содержат кислоты. Из-за этого у многих возникают проблемы с хранением тыквы. Потому что она очень тяжело сопротивляется нападкам, таким атакам различных микроорганизмов, которые вызывают порчу тыквы. Поэтому очень важно правильно собрать, правильно хранить и готовить к хранению плоды тыквы. Сроками уборки тыквы в умеренной зоне возделывания, как правило, считаются даты перед наступлением первых заморозков. Ну или иногда немножко упускается это время. Тыкву может тронуть немножечко заморозок. Но она, как говорится, отходчивая. Она может отойти от этих заморозков и восстановить свою кожуру. Очень важно помнить, что хорошо будут храниться плоды, только хорошо вызревшие, у которых сформировалась как следует кожура, и она является достаточно плотной. Если тыква не спелая, если она в поле еще не приобрела свою окраску, характерную для сорта, то успех хранения такой тыквы зависит от того, приобрела ли она окраску в процессе хранения, потому что тыква может дозариваться, она может доформировать вот эту плотную кожуру, или все-таки ей не хватило силы и энергии, она все-таки слишком молода, и храниться в таком случае она не будет. В любом случае, в практике, более молодые плоды перерабатываются в первую очередь на икру, на какие-то цукаты, на кто что любит, а уже более крупные плоды, которые наверняка более хорошо дозаренные, оставляются для хранения. Для хранения очень важно оставлять тыквы без внешних признаков повреждения. Как другие овощи, корнеплоды, капуста нет, конечно, а вот тыква и корнеплоды могут заживлять свои раны. Может на месте трещинок, каких-то маленьких царапинок на поверхности тыквы образовываться такая пробочка, пробковение, и они могут заживать. В этом случае плоды будут храниться хорошо. Если же на этом месте, где-то повреждение, начало образовываться мокрое пятнышко, как можно быстрее пускайте эту тыкву в переработку, иначе она может сгнить, особенно в тёплом месте, очень-очень быстро. После уборки, вот я, например, тыквы не заношу сразу же в дом, я их оставляю в полевых, так сказать, условиях, на солнышке, как раз для дозаривания, для заживления и для того, чтобы вот эти вот хвостики максимально высохли. Чем более сухой хвостик в процессе уборки, тем лучше вызрела тыква. Если этот хвостик совершенно сырой, мягкий, вот как, например, вот у этого плода у меня, вот вроде бы тыквочка и ничего, но хвостик совершенно мягкий, совершенно сочный, с него прям сок тёк, когда я его убирал, то, конечно, такая тыква особо храниться не будет, и я их сюда в первый ряд уложил, чтобы потреблять уже сейчас осенью. По мере того, как подсыхают вот эти хвостики, происходит подживление, тыква, можно сказать, готова к хранению. При хранении вот этих свежеубранных тыкв в тёплых условиях, у них на хвостиках очень часто образуются гнили всевозможные, заводится мукор, плесневение, и это очень плохо, потому что такая тыква храниться хорошо не будет. Поэтому первичное хранение тыквы должно проводиться в холодных условиях, вот в таких, для того, чтобы хвостики медленно подсыхали, медленно происходило дозаривание, и несмотря на то, что температура прохладная, медленно, постепенно происходило заживление всевозможных ранок. После вот этого периода хранения я храню здесь уже эти тыквы две недели, и сейчас, конечно, буду их убирать уже в дом, потому что прогнозы неутешительные, к нам уже идут холода ночные, и даже могут быть морозики. Я совсем не хочу, чтобы мои тыквы попали под этот мороз. Они деликатные, как я сказал, они могут отходить, но лучше этого не допускать. После того, как я занесу их в дом, конечно, тыков у меня много, но, несмотря на это, я каждую тыквочку обязательно-обязательно протру тряпочкой, очищу ее от остатков земли, но не так, чтобы уже прям 100%, но, что называется, с большего. И вот у меня есть такая штука, она называется бактерицидный облучатель. Ну, у меня есть, да? Конечно, у многих его нету. Поэтому я поверхность тыкв продезинфицирую с помощью ультрафиолетового облучателя. Буду облучать вот эти тыквы, выложенные в один ряд, буквально на полу, в течение примерно часа я буду их облучать. Это позволит мне в полной мере избавиться от поверхностной инфекции, потому что именно инфекция на поверхности вызывает вот эту гниль тыквы в процессе хранения, которая бывает вонючей, жидкой, мокрой, неприятной, тыквы эти текут, раскисают, бродят, пахнут. В общем, все это очень бывает неприятно. Их надо постоянно перебирать, постоянно смотреть за ними, потому что малейшие признаки гнили, надо тыкву обязательно убирать. Вот ультрафиолетовое облучение, озонирование является очень-очень хорошим приемом. Но для большинства я вполне осознаю, что этот прием недоступен. Поэтому я рекомендую вам приготовить стандартный препарат сенной палочки, а именно развести ее 1 к 100, бактоген, бактофит, гомаир, аллерин, фитоспорин, многие другие препараты, и взять тряпочку, вот эту обмакивать в этот раствор ведерки, и просто обтирать ваши тыквочки вот этим раствором сенной палочки. И тогда закладывать на хранение. Хранить тыкву в помещении можно двумя способами – холодным и теплым. Вообще тыква любит теплое хранение, на самом деле. Как говорится, под кроватью хранить тыквы бывает очень-очень неплохо. Но это допустимо только для тыкв, которые полностью вызрели, у которых хвостик очень хорошо высох, и которые такие вот крупные, ну, полностью созревшие. Вот они будут храниться хорошо именно при теплом хранении. Если у вас есть малейшее подозрение на повреждение, на недозрелость этой тыквы, в этом случае лучше отдать предпочтение холодному хранению. Холодное хранение тыквы подразумевает ее хранение при температуре 5-7 градусов тепла. Теплое хранение при комнатной температуре. В таком случае ваши тыквы при соблюдении всех этих правил и условий смогут сохраниться весьма-весьма длительное время. Ну, если у вас нет ни сенной палочки, ни ультрафиолета, ну, промойте поверхность тыков хотя бы хозяйственным мылом без смывания. То есть вот в тот раствор, где вы будете ее обмывать, без смывания. Ну, тыква, к сожалению, это еще не тот овощ, которого тоннами, да, люди выращивают. То есть, ну, десяток, 10-20, там, 25 плодов вполне реально обтереть тряпочкой от этой земли, в том числе крепким мыльным раствором. И не обмывайте, не смывайте, он создаст вам пленочку хорошую, которая будет защищать, в том числе, от почи. Ну, сенная палочка является, конечно, наилучшим вариантом. Я буду и то, и другое использовать. Что ж, храните ваши тыквы, кушайте тыквы, выращивайте тыквы много. Это сохранит ваше здоровье. На этом я прощаюсь с вами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok